Всем привет! Это Шабаролик и меня зовут Ария. Я Максим. А это коробочка. И что на ней написано, Максим? Фаберлик. Я знаю это слово. Это наш российский бренд. У меня был такой момент упущения в уходе за кожей лица. Я не пользовалась масками. И как бы все время игнорировала это. И мой косметолог мне сказал, нет, нельзя игнорировать маски. И один или два раза в неделю надо их делать. И я перепробовала всякие маски тканевые, вот эти корейские покупала. И что-то как бы вот это вот покупание масок, потом выкидывание меня достает. Я хочу такую тубу купить. Понимаешь, что такое туба? Не рулон, а баночку с маской и ее использовать. Я купила даже. Пошла в магазин, типа там перекрестка и купила. Там есть маски. Но выбор там, кстати, крайне небольшой. И мне так она не понравилась. В общем, я спросила у своих девчонок-подписчиц. И они мне посоветовали, а что ты не пользуешься фаберликом? Там и запах, и баночки, и все красиво. И решила попробовать протестировать. Сейчас откроем эту коробку и узнаем, что там внутри. Интересно? Почешь, что это наша любимая рубрика? Давай. Давай. У тебя на две комбинезон. Носки, представляешь, на мне? Носки даже и обувь, да. Петличный микрофон. И сережки. Вниз. Вниз. Кроссовки Bershka. 1700 рублей. Комбинезон Asos. Сколько он стоил? Брагин 3000, по-моему. Он такой джинсовый, тверденький. Прикольный. Сережки. Да, Алиэкспресс. 150 рублей. Что-то типа того. Почем коробка вот этого фаберлейка? Насколько этот размер в этом день? Ну, ты как думаешь? Ну, я думаю, наверное, 1000 на 4. Нет, больше. Ну, честно говорю, я с косметикой не знакома. И для меня это все будет в новинку. Я буду все это пробовать. И я заказываю в каталоге. Ну, вот просто, знаешь, пальцем в небо, что называется, наобум. Да, фаберлик славится вот серией кислородной. Вот это как раз то, что нужно моей коже. Потому что моя кожа, она... Потому что моя кожа комбинированная, но обезвоженная. Кто знает, что это такое, тот поймет. То есть, внешне она выглядит как жирная, но внутри она глубоко сухая, обезвоженная. И мне нужно ее увлажнять постоянно. Поэтому что я взяла? Кислородный мусс для очищения лица. То есть, вот такую штучку вы покупаете, мусс. Потом я взяла, вот она. Это называется щеточка, что ли, у них. А, сеточка. Сеточка для взбивания пены. Однажды мне приходила корейская косметика, и там была вот эта сеточка. Я подарила ее своей сей кровью, потому что она прям была в глубоком восторге. Пока только коробочки смотрим. Все потом расскажу. Наверное, в сторис буду показывать. Так, сыворотка я взяла с витамином С. То есть, для моей кожи, опять-таки же, мне только с витамином С сыворотка подходит. Не ожидала, что она будет такого маленького размера, если честно. Надо было брать штуки три тогда, потому что я прям лью сыворотки на лицо. Так, вот кислородная маска. Прям все ее хвалили на сайте. И говорили, что без нее прям жизнь не та, и мне очень сильно понравится. Посмотрим. Ой, как она пахнет. Пахнет прикольно. Это кислородный бустер. Ну, что это такое? Это типа пенки тоже. Пенки типа сыворотки. То есть, ты наносишь на лицо, и лицо у тебя такое как бы увлажненное. Вау! Вот это вот я взяла, чтобы сделать фотку, сразу говорю. И, наверное, не буду раскрывать вам секреты или раскрывать. То есть, у них есть такие маски, которые ты наносишь на лицо, и ты такой серебристый, как индейец становишься. Я взяла, чтобы сделать фотку, потому что мне показалось это очень прикольным. Ну, и вроде как маска, она интересная и хорошая. Ну, и называется как инстагламмерс, то есть, для таких инстаграмнутых людей. Крем для рук. Ой, тут все понятно. Вот мне очень хотелось, как я говорю, масок. И вот эту вот серию, она называется Bio Glow. Bio Glow, типа там, сияние, да, био-сияние можно перевести так. Ну, то есть, для себя я взяла маски и крема. Все остальное я взяла, сейчас будет 8 марта, девочкам на подарки устанавливающий активный спрей. Это снимать косметику. Крем для рук. Это все понятно. Формула омоложения. Мне интересно, как он вообще работает, не работает. Так, вот это для тебя подарочки, Максим. Можешь прям забирать. Все, забирай, забирай, Марио. Да. Лучше никому не отдам. Ладно, что ты мне подарила, интересно. Гей для душа. А, это гей для душа? Ага. Как раз скажу, детская зубная паста с котенком. А, на сегодня от меня требовала, когда очистила зубы, а где моя паста с котенком? Да, то есть у нее есть с зайчонком. Слушайте, взяла себе вот эту еще серию. Мне очень понравилось описание. Купилась на это описание. Оксикарабокси называется. То есть, опять-таки же, это такая программа, когда ты увлажняешь свою кожу. Там два шага. Вот первая ступень, вторая ступень и третья ступень маска. Я не удержалась. В общем, все взяла, решила в комплексе попробовать. Ну, вот тоже не знаю. То есть... Оксикарабокси. Увлажняющий бальзам, он как-то что-то расщепляет там твои частицы на коже. Потом второй шаг гель-активатор и третий шаг кислородная маска. Вот маску можно использовать отдельно, все пишут. Но я подумала, ну что, раз это все вместе идет. Оксикарабокси. Тут у меня есть еще декоративка, но декоративку я вам покажу в конце. Что я еще заказала? Шампунь от перхоти. Тоже, кстати, удивительно для меня, что это такая маленькая тубочка оказалась. Шампунь же, наверное, вообще малое количество. Может пилиться хорошо. Ну, может быть, да. То есть, как бы, вот что минус, когда ты заказываешь онлайн, ты не видишь размер тубочки. Да, и, кстати, очень много хороших отзывов. Вот у меня зимой появилась перхоть. Очень плохо, очень грустно. И решила взять шампунь, попробовать. Еще один шампунь взяла. Тоже все хвалят там, на сайте. И потом я смотрела отзывы. Вот так называется. Вулканический пепел. Мицеллярный детокс-шампунь. Блин, а мне нравится, что они все, видишь, все упакованы, а об этом вот упаковывается. Ну, да, видимо, сталкивались с тем, что они раскрываются. А, ну, чтобы шампунь не разливалась, да? Да, у кого нет вот этого, как это называется, ну, вот этой наклейки серебристой, те вот в такой вот упаковочке. И я еще взяла молочко для снятия макияжа. Я никогда не пользуюсь молочком, все время пользуюсь мицелляркой. И, кстати, я такую мысль прочитала, и мы обговорились это с моим косметологом, что мицеллярка – это как будто вы каждый день наждачкой пользуетесь для лица. Это очень-очень такой едкий раствор, хотя нам его преподносит как будто прям это водичка. То есть, нет, это не водичка, это очень химический взрывной такой состав. И пользоваться каждый день мицелляркой, как пользуюсь я, это не есть хорошо. Я решила попробовать молочко. Отзывы противоречивы. Кто-то говорит, хорошо смывает косметику, кто-то нет. Но я вот постараюсь приучить себя к молочку. Хотя бы зимой и весной буду пользоваться молочком. Ну, тоже расскажу, смогу ли я, как это будет выглядеть. Ну что, осталась у меня декоративка. Что я заказала? Я заказала туши. Уж прям-прямо нахваливали так их. И я решила попробовать. Я заказала подводку себе. Две заказала я туши. Вот эту прям все опять-таки хвалят. На ней большими буквами написано «Фаберлик». Видите, какая толстая туба. Попробуем открыть. И толстая щеточка, что я люблю. Я вот люблю толстую щеточку, а не только палкой тыкать в ресницы. Пахнет едко, кстати, очень. Едко пахнет тушью. Ну, такой, знаете, как раньше советская была. Ну, это же российская косметика. Ну, да. Российская косметика должна... Как говорится, все традиции соблюдаем. Ну, тоже скажу сразу, что брала я щеточку ради щеточки, потому что я люблю пушистые щеточки. Вот, видите, какая здесь щеточка. Тоже, кстати, пахнет прям тушью. Ты этот запах узнаешь. Ну, то есть начиналось все эти туши с таких щеточек, а потом уже такие всякие инновации стали водиться. Щеточки стали... Ну, ты хорошо, что покажи, я не скажу за с ней. Давай. Прям хочется понюхать. Да, пушистая такая прям. И кажется, что твои ресницы прям взлетят. Чтоб наверняка прочесать ресницы. Так. Подводка. Ну, подводка у меня тут завальцована. И, ну, как бы, да. Или откроем. Гулять так гулять. Я не знаю, что такое. Подводка, не... Ну, и помады, конечно же. Помады. Я решила взять, попробовать помаду. Вот такая вот она. Глам Тим Мейк Ап называется. Ой, и матовая. И цвет хорошо держит. Цвет... Знакомьтесь, Марсала. Цвета, кстати, так называется... Как сказать, там... Поэтично. То есть все цвета называются поэтично. Откроем, посмотрим. То есть меня никогда не смущало покупать помады онлайн, потому что, ну, как бы, как... А какая разница? Да. Во, видите, какой цвет? Я такие люблю. Ты же понимаешь, какой цвет передачи экрана хорошая. Кстати, видите, как интересно скошен такой на новый лад, скошена помада. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравится. Треугольничком таким. То есть я вот так все время тоже скашиваю свои помады. А еще бывают такие с прямым срезом, и я вот все время, не знаю, как губам примеровить. Но тебе, Максим, наверное, незнакомы такие страдания. Всем пока-пока! Это Шопоголики. Подписывайтесь и ставьте лайк. Рассказывайте, чем вы пользовались из Фаберлика. И делите своими впечатлениями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok